В Веневе осветили и установили крест на колокольню Никольского собора. Сам исторический храм не сохранился, а вот колокольня в годы безбожия уничтожена не была, так как мощный взрыв мог повредить окружающие дома. Как выглядит сегодня старинная колокольня, увидим в сюжете наших коллег. В рамках празднования 500-летия Тульского Кремля и городов большой засечной черты, в которые входит Венев, продолжаются реставрационные работы главной доминанты города. Колокольня, окончательно разрушена в 1952 году в Никольского кафедрального собора. После долгих мытарств колокольный шпиль наконец-то увенчался золотым крестом. Мы все надеемся, что колокольню закончат в будущем году, в 2021-м, как раз Венев будет праздновать 650-летие. Вообще колокольня – это главный ориентир веневских жителей. Вот когда человек в Веневе встает с утра, он первым делом смотрит, как солнце отражается в колокольне восходящее. Когда ложится спать, смотрят на колокольню, как лучи заката играют на колокольне. И вот сегодня страница перевернута, и мы вновь увидим крест на нашей святыне. Привезли после реставрации крест, яблоко. Провели, конечно, большую работу по восстановлению креста. Крест был очень поврежден во время войны в основном. Мы насчитали 73 аж пулевых отверстия. Все это было выровнено, так сказать, потом запаяно, по новому зачищено все и покрыто золотом. Сегодня, конечно, в ветреную погоду мы поднимем только на верхнюю часть, где барабан, где купол, под шпилем. Вот. Ну, будем, как говорится, с Божьей помощью всю эту работу сделаем. По традиции, освящение и установка креста проходят в один день. Но из-за сильного ветра и высоты монтажных работ, чин освящения, совершенный протеереем Николаем Дудиным, благочинным церквей Веневского округа Тульской епархии, состоялся за 4 дня до установки креста. В день молитвенной памяти, веры, надежды, любови и матери их Софии, а также по празднству Хрестовоздвижения. Хрест, который в свое время стоял на Никольской колокольне, находился в реставрации. И к сегодняшнему дню его привели в надлежащее состояние. И сегодня мы с вами собрались с той целью, чтобы спросить у Божьего благословения, чтобы Господь осветил его с той целью, чтобы вновь его восстановленный крест вознести на колокольню, колокольню, которая является для нас символом гордости за наших предков. Субтитры создавал DimaTorzok